Это программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседина. Сегодня я не говорю свое стандартное приветствие, потому что слишком тяжелая тема сегодня. Не до приветствия. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Первыми в 3 часа 15 минут приняли на себя удар Кронштадт и Севастополь. После была победа, достигнутая всему вопреки. Тут надо понимать, что люди совершили тогда не просто великий подвиг, равному которому нет в истории. Они совершили нечто невозможное, то, что не укладывается в голове, то, чему нет рационального объяснения. То, что только они могли совершить. Между началом войны и нашей победой было 4 года. И в том числе время оккупации. Говорить об этом времени, времени оккупации было долгое время не принято. На то были и есть свои причины. Но вместе с тем есть немало причин, почему говорить об этом важно и нужно. Лет 10 назад, наверное, а может чуть больше, накануне Дня Победы я услышал от своей знакомой, взрослой женщины, такую фразу. Она бросила ее, по-моему, всерьез. А что этот День Победы? Что эта победа? Может, жили бы сейчас, как в Германии? Меня тогда это поразило, если честно. С тех пор, конечно, мы с ней не общаемся. Но суть не в этом. Суть в том, что нечто подобное я потом слышал много-много раз той или иной формулировки. Ну, например, это легендарная, классическая, этот мем. Пили бы сейчас Баварск. И известные люди, писатели, мои коллеги всерьез размышляют о том, что мог бы дать советским людям Гитлер. А в странах бывшего СССР ходят с нацистскими знаменами, воюют под нацистскими знаменами. И Запад ставит знак равенства между советскими и фашистскими войсками. Да что там этот Гитлер? И его бы, наверное, Запад бы оправдал, если бы Гитлер не уничтожил 6 миллионов евреев. Да, Холокост – это трагедия, страшная трагедия. Но есть еще одна, не меньшая трагедия. Они на самом деле друг от друга неотделимы. Это части одной трагедии. Это уничтожение славянского населения. По меньшей мере 10 миллионов человек. Я напомню, если кто-то забыл, что на захваченных территориях нацисты первым делом уничтожали евреев и коммунистов. Они приравнивали их друг к другу. Так давайте подумаем, что было бы, если бы, не дай бог, конечно, Германия все-таки победила. Пили бы мы сейчас Баварское. Представим это, чтобы ответить всем неонацистам. Согласитесь, логично отвечать на этот вопрос, оперируя теми фактами, когда наша земля находилась под фашистской оккупацией. Ну, на конкретных примерах, правда? Давайте поговорим на примере моего родного Силостополя и Крымского полуострова в целом. Для начала я напомню, что последней точкой обороны Крыма от немецко-фашистских захватчиков были Аджимушкайские каменоломни. Это поселок Аджимушкай, близ Керчи. Туда, спасаясь от нацистского плена, страшного, чудовищного нацистского плена, ушли по меньшей мере 13 тысяч человек, в том числе мирные жители, старики, женщины, дети. Гитлер лично приказал взять их всех в плен, а если будут сопротивляться, уничтожить без промедления. Нацистские псы с удовольствием начали исполнять приказ. Они расстреливали людей, которые пытались добраться до воды, потому что воды там катастрофически не хватало, а потом просто завалили колодцы мертвыми телами советских солдат, которых они скручивали колючей проволокой по двое. Когда они не могли добраться даже до входа, потому что так оборонялись защитники Аджимушкайских каменоломен, немцы пустили туда, в штольне, ядовитый газ. Газ, происхождение которого неизвестно до сих пор. И потом, когда морской десант уже вошел в Аджимушкайские каменоломни, наш десант, он обнаружил сотни людей, скрюченных у отдушины выходов. Вот так немцы поступили с Аджимушкаем. Из 13 тысяч защитников в каменоломен выжило 48 человек. И, кстати, другая цифра, 26. Какая судьба ждала их после этого? Ждали их лагеря и расстрелы. Два самых крупных, раз уж я сказал про лагеря, два самых крупных лагеря смерти находили в Симферополе. Это так называемый картофельный городок и лагерь красный. О нем вот есть книга. Первый картофельный городок назвали так, потому что там находилась овощебаза. В ее ледяных подвалах и под открытым небом и существовали люди. Второй лагерь фашисты организовали на территории совхоза Красный. Отсюда и название. В бараках там было настолько тесно, что когда поворачивался один узник, все остальные должны были тоже повернуться. Фашисты давали кусок плесневелого, сделанного из отходов хлеба, на 6-8 человек. Заставляли каторжно трудиться. Это был абсолютно бессмысленный труд. У него была только одна задача – подавить волю узников. Ну, просто они перетаскивали тележки, камни с места на место. Изнеможение голодных обмороков. Люди падали, их либо пристреливали на местах, либо до смерти забивали палкой. При этом подгоняли в лагерь смерти душегубки. Это стандартная фашистская практика, так называемые газовые автомобили. Уничтожали там по 50-60 человек за раз. Расстреливали в этих лагерях в профилактических целях. Просто сказала руководство – расстреливать в профилактических целях. И системно. Потому что нужно было освободить, согласно берлинским директивам, Крым от людей для того, чтобы переселить туда затем немецких граждан. 5 миллионов человек. Столько Розенберг планировал подселить в Крыму. Зачистить полуостров от жизни – вот что они хотели. И когда немцы отступали, предчувствуя свое поражение, они стали уничтожать людей спешно. Расстреливали в том же картофельном городке. И из Красного отвозили в поселок Дубки. Там тоже расстреливали. После чего даже не закапывали, обливали смолой и горючим. И потом поджигали. Вот тот, кто коллаборант, который помогал фашистам, вспоминал, что дым стоял несколько дней. Дым и смрад. Вот так они поступали. Или кто-то сейчас говорит, медицина как в Германии. А давайте вспомним годы оккупации. Когда в больнице, тогда первой советской больнице, сейчас она, если не ошибаюсь, носит имя Симашко, Симашко, некий Готфрид Гюнтер проводил опыты над живыми людьми. Это документировано. Этот, не назову его человеком, этот специалист по почкам прибыл из Берлина. Вот он, в частности, держал людей на особой диете, а после у живых извлекал почки. Когда подопытные в муках умирали, их хоронили во дворе больницы. И вот кто-то говорит образование, как в Германии. А давайте вспомним, как встретили 1 сентября 1942 года в моем родном Севастополе, тогда в оккупированном Севастополе. Трех юношей просто поймали на улице, а после повесили на нынешней площади Суворова, предварительно продержав жандармерию. К телам повешенных прибили таблички, деревянные таблички за саботаж. Тела висели несколько дней, их никто не снимал. Конечно, никакими саботажниками повешенные не были. Это был просто акт устрашения, чтобы заставить севастопольцев работать. Арбайтов. Многих тогда из Севастополя угоняли на каторжные работы в Германии. Угоняли просто так, и многие умирали по дороге или использовали как прикрытие. Ну, например, грузили на баржи, чтобы советские войска не стреляли, и люди погибали. 80 тысяч человек убито на полуострове, 90 тысяч угнано в плен. Это по меньшим, самый меньшим оценок. А вот в Керчь на 1 сентября 245 школьников собрали в учебных учреждениях, приказали явиться вместе с учебниками. Дети пришли, после чего младшеклассников отравили, а старшеклассников вывезли и расстреляли. Тела свалили в противотанковый ров вблизь поселка Багерово. Когда морской десант, освободивший Керчь, уже во второй раз, Керчь дважды освобождали наши, появились на этом рву, то они увидели там 7 тысяч расстрелянных человек, в том числе женщин и битв. Это то, что известно доподлинно. А сколько в Крыму осталось неизвестных братских могил? Ведь я вот говорил о лагере Красном, да, но большую-то часть жертв этого лагеря смерти обнаружили потом, только в 1970 году, когда рыли шоссе в этих самых дубках, и вдруг ковш экскаватора зачерпывает землю, зачерпывает землю, а там черепа, множество черепов. Находка тогда просто ошеломила всех, потому что останков в земле было так много, что их пришлось разложить на земле, чтобы пересчитать. Это жуткие кадры. 28 братских могил, 1480 человек. Есть и другие кадры. В 1944 году, когда наши освободили Симферополь, многие люди, многие симферопольцы бросились как раз-таки на территорию этого лагеря Красный. Они бросились, чтобы отыскать там своих близких. И вот военный корреспондент Запорожский снял это на пленку. Как из колодцев достают сотни трупов. Там в том числе есть мать, расстрелянная мать, которая прижимает к себе младенца, мертвого младенца. Вообще нужно посмотреть эти кадры, если вы, конечно, сможете. Но посмотреть нужно. Потому что тогда станет ясно, очевидно станет ясно, какую судьбу хотели уготовать всем нам. Вот нужно прочитать книги, свидетельства, акты, допросы, вот лагерь Красный, без срока давности. И попытаться хотя бы на секунду представить, больше вы не выдержите. Через что прошли эти люди? Через что они прошли? Важно понимать, что ничего другого никогда бы им не предложили. Потому что Крым, согласно берлинским директивам, должен был быть зачищен от местного населения полностью. А предварительно это население использовали как строительный материал для так называемого нового порядка. Это была четко выстроенная система по уничтожению и людей, и самой жизни. Потому что фашисты, немцы, маньяры, румыны, они несли оккупированным территориям смерть как метод и как цель. Потому что в самой жизни нерегламентированной Гитлером видели угрозу своему режиму. Ну вот удивительно, сколь же быстро некоторые стали забывать об этом. Да, конечно, так устроена человеческая память. Она пытается изгнать все плохое, особенно если ты сам не был в этом. И действительно, хочется жить многим в сладком невидении. Да и живых свидетельств тех зверств почти не осталось. Возраст. И казалось бы, кто будет нести живое слово? Говорим ли мы о том геноциде, а это был именно геноцид, говорим ли внятно, широко, общедоступно через кино, через другие документы? Я не уверен. Потому что, знаете, вот многие зрители, поймайте себя на этой мысли, они слышали о Бухенвальде, о Свенциме, да хау, но не все же слышали о лагере Красном, правда? И о Багерво тоже не все слышали. Вот как так? Да, конечно, больно знать и страшно знать, жутко, в принципе, осознавать нечто подобное. Потому что, когда смотришь эту хронику, это невыносимо. Но на самом деле, помнить об этом всем необходимо. Помнить на самом деле, не только ради тех, кого с нами нет, ради расстрелянных, замученных, убитых. Помнить ради живых, ради тех, кто живет и жить будет. Потому что зло, оно на самом деле, не абстрактное, а конкретное зло, оно всегда рядом. И оно может проснуться в любой момент, ты только дай ему шанс, дай ему волю. А что способно предотвратить это зло? Только память о том, что было. И о том, как это было. Потому что, пока мы помним, у зла нету шансов. И это в наших силах и в наших, друзья, обязанностях. Это была программа «Игра в классике». Меня зовут Платон Беседин. Берегите себя, друзья. КОНЕЦ МОЛЬНОГИ ПОДПИШИСЯ Продолжение следует...